Ну и, конечно, какой Новый год без сладкого? Особенно, если за столом будут дети. Хотя и взрослые наверняка оценят. Поэтому мы вам предлагаем приготовить праздничный шоколадный торт. Итак, Людмила, с чего начнем? Ну, у нас торт необычный, он будет на кефире, потому что в советское время как раз и чаще делились рецептами именно быстрого приготовления на кефире. Попрошу разбить два яйца, сахар и взбить в пену. А я подготовлю пока муку. Муку мы будем соединять с крахмалом, какао и сода. Количество какао зависит, ну, наверное, от того, насколько любите вы шоколадное, чтобы получалось у вас изделие. Здесь может быть от 20 до 60 граммов добавить. Ну и добавим сюда крахмал. Добавляем какао и добавляем разрыхлитель. Чуть-чуть добавим соли при взбивании яйца. Добавляем сахар и взбиваем массу в пену. Итак, у нас уже две массы готовы. Осталось подготовить еще третью массу и будем соединять. Значит, у нас здесь используем кефир. Доливаем растительное масло и добавляем сюда соду. Ну и теперь начинаем соединять. Первая масса – это у нас взбитое яйцо с сахаром. Добавляем какао, муку и крахмал с разрыхлителем. И часть вот этой массы частями мы наливать будем. Все, пока. Стоп. Людмила, а в советское время торты чаще готовили дома или все же покупали в кондитерских? Чаще покупали. Был популярен торт «Сказка», торт «Ленинградский». Торт «Ленинградский» был из песочного теста. Он был более сухой. Оформляли его орехом. То есть он такой шоколадный получался. Торт «Сказка» был в виде полена. Он был бисквитный. Оформляли его сказочной полянкой. Вот как-то так запомнилось. Так, мы сейчас замешиваем тесто. Какой консистенции нам надо добиться? Консистенция густой сметаны получается. Вот такой он шоколадный. Смазать форму кисточкой, которая уже в растительном масле по бокам хорошенечко. И будем выливать наше тесто. Наш шоколадный торт можно выпекать в одной форме или лучше в нескольке? Можно выпекать, использовать несколько, можно в одной. Но это будет зависеть от того, как мы будем готовить. Мы будем готовить в одной форме. Температура выпечки 180. И время будет составлять от 40 до 60 минут. Итак, наш торт готов. Он должен остыть при комнатной температуре. Ну и потом желательно его хорошо упаковать. И оставляем на ночь в холодильник, чтобы сформировалась полностью структура и вкус нашей заготовки для торта. И пока наш торт охлаждается, мы приготовим крем. Для крема мы будем использовать сливочное масло и сгущенное молоко. Сливочное масло мы заранее достали, да? Да, чтобы оно было комнатной температуры, такое пластичное, мягкое. И будем взбивать массу. Масло взбиваем до более светлого состояния и добавляем сгущенное молоко. И наш крем на некоторое время мы уберем в холодное место. Крем наш пока охлаждается, мы нарежем коржи. Так, а какой толщины у нас должны быть коржи? Сантиметра по два мы сделаем наши коржи. В целом у нас получится три коржа. Ну а это, если помните, была пирожная картошка. Вот мы примерно похожие сейчас с вами сделаем, чтобы потом произвести отделку. То есть здесь делать нужно крошку. Начинаем собирать наш торт. Давайте мы по краю посыпем нашей крошечкой. Высыпайте все оставшееся. Ну и осталось оформить наш тортик. Давайте вот эти наши шарики мы посыпем сахарной пудрой. А тортик произведем отделку еще и шоколадом. Оформляем листиками мяты. И можно добавить ягоды, брусники, например. Наш шоколадный домашний торт готов. Украсить вы его можете по своему усмотрению. Уверены, он наверняка понравится и гостям, и хозяйке. Домашний торт шоколадный. Взбейте яйца с щепоткой соли. Затем добавьте сахар и взбивайте до пышной пены. Соедините муку с крахмалом, какао и разрыхлителем. Влейте в кефир растительное масло, добавьте соду и перемешайте. Соедините три массы и перемешайте. Вылейте тесто в форму. Выпекайте 40 минут при 180 градусах. Оставьте торт в холодильнике минимум на 8 часов. Для крема соедините сливочное масло со сгущённым молоком и взбейте. Охлаждайте крем в течение 10 минут. Нарежьте торт на коржи. Остатки бисквита используйте для приготовления пирожных картошка, которыми также можно украсить торт. Соедините коржи с помощью крема. Украсьте торт шоколадом, ягодами, мятой и сахарной пудрой.